Кунжут Чаще всего семена кунжута ассоциируются у нас с вкусной выпечкой или блюдами японской кухни. У этих маленьких бежевых семечек в форме слезы восхитительный ореховый вкус. Кунжут можно есть в семенах, также из него делают масло. Он – источник качественного белка и на 20% состоит из высококачественных аминокислот. Белые семена кунжута обычно продаются без оболочки, в то время как у черного, она остается неповрежденной. Но помимо цвета есть еще тонкая разница во вкусе. Черные семена кунжута немного более ореховые и горькие по вкусу, белые – слаще и мягче. Семена обладают лечебными профилактическими и питательными свойствами. В них содержатся магний, марганец, медь, трептофан, селен, фосфор и цинк. А масло кунжута – источник пищевых волокон и омега-6. Кунжут помогает усваиваться витамином В, С, Е, поддерживает здоровую функцию печени, защищая ее от воздействия алкоголя. Также обеспечивает здоровье полости рта. И семена, и масло кунжута отбеливают зубы, удаляют налет, способствуют укреплению эмали. Благодаря большому количеству клетчатки, обеспечивает здоровье пищеварительной системы. В черном кунжуте множество пищевых волокон, благодаря которым снижается уровень холестерина. Кунжутное масло снимает болевые синдромы, замедляет процесс накопления жиров и стимулирует их расщепление. В кунжуте много кальция, который улучшает состояние ногтевых пластин, укрепляет кости и суставы, из-за чего рекомендуется для профилактики остеопороза людям старше 45 лет. Из-за высокого содержания жиров, хорошо насыщает, и рекомендуется в качестве добавки к блюдам при диетах. Основная польза кунжута заключается в снижении уровня холестерина, борьбе с воспалительными процессами, улучшении общего тонуса организма и нормализации пищеварительной системы. Семена кунжута используются как лекарственное средство по сей день. В медицине применяются в качестве кровоостанавливающего средства, которое способно ускорять свертывание крови и эффективно против кровотечений. Польза кунжутного масла заключается в ярко выраженном ранозаживляющем действии, поэтому оно помогает при наружных воспалениях кожи. Кроме этого, научные исследования доказали, что оно способно облегчать боль при травмах конечностей и оказать восстанавливающие действия при остеоартритах коленей. Помните, кунжут важно употреблять в умеренных количествах. Перед применением ознакомьтесь с тем, какие у кунжута есть противопоказания. Если у вас варикоз, проблемы с сосудами и тромбы, кунжут нельзя употреблять. Он повышает свертываемость крови. При чрезмерном потреблении может вызвать пищевую аллергию. Достаточно съедать небольшую горсть в день, не более 40 грамм. Если вы беременны или кормите грудью, кунжут употреблять не стоит. Берегите себя и будьте здоровы!